Театр, как ни странно, а может быть и не странно, действительно, стал одним из самых популярных мест отдыха красноярцев в январе 2018 года. Одну из самых больших касс собрал даже не спектакль, а драматический концерт под названием «Я другой такой страны». В Театре Пушкина он был представлен, и удивлением этого шоу стал монолог актера Владимира Бакановского «20 минут». Вдумайтесь в эти цифры. Актер рассказывал о важных фактах из жизни Советского Союза под аккомпанемент хора. Ну вот полностью, конечно же, этот монолог у нас передать не получится, но некую свою собственную интерпретацию мы сможем сделать. А все, надо делать, да? Доброе утро. Небольшое, наверное, предисловие, можно сказать? Конечно. Я буквально... Ну, не о том, что о Советском Союзе и какие-то главные вещи, просто там перечисление... Фактов? Нет, не только фактов. Ну, даже есть перечисление какого-нибудь некого бреда. То есть, допустим, как любой русский человек может очень много всего любить. До такой степени у нас раскрытая душа. Поэтому я просто прочитаю начало и именно перечисление любви, чтобы вы поняли, что там невозможно ни за что зацепиться. Ну, а песню все, естественно, знают. Не знаю, где так вольно сказывается свежий воздух и наличие большого числа курортов на побережьях Крыма, Кавказа и Прибалтики. Дышит человек от Москвы, столицы нашей Родины и всего мирового пролетариата, а также центра мирового революционного освободительного движения порта Пяти морей. До самых-то окраин Кушка, Чоп, Сахалин, Камчатка. С южных гор Кавказ по мир до северных морей, Белое море, Баренцево море, ну и так далее. Вот это перечисление. А потом также в песне поется «И никто на свете, ни немцы, ни китайцы, ни американцы, ни англичане, ни французы, ни итальянцы, ни испанцы, ни австрийцы, ни шведы, ни финны, ни норвежцы, ни швейцарцы, ни евреи Африки, ни евреи, ни арабы и так далее». А потом «Никто на свете не умеет, лучше нас смеяться и любить». Любить. Людей, животных, насекомых, семь минут, семь минут перечисления. Людей, животных, насекомых, птиц, рыб, микробов, вирусов, фагов, клетки, гены, ДНК, РНК, китовки. Ну это же не импровизация, это заученный текст. Абсолютно, заученный текст, семь минут. Просто он потом, когда по темпу начал быть очень быстрым таким, поэтому он сократился. А так, по идее, перечислять просто это семь минут. Слушайте, ну хорошо, главный вопрос как раз и в том, как вы запомнили все это количество текста, которое без суфлёрок, мы понимаем. Ну вот мы сидим и работаем в прямом эфире, у нас тоже есть определенное количество информации, но у нас при нас есть наши верные друзья-подсказочки, вот эти вот замечательные площадки. У вас на сцене нет практически ничего, а как запомнить вот это огромное количество терабайт информации? Ну на самом деле, если знать фразу, как сказать, нет слова не хочу, есть слово надо, то тогда, и в принципе по жизни нужно так и относиться к жизни, в принципе. Поэтому есть слово надо и всё, это нужно было сделать. И мы, я не один эту роль читаю, ну в принципе, Станислав Ленецкий ещё. И поэтому мы всё лето потратили на то, чтобы выучить. Ну как потратили? Мы отдыхали, а потом приехали и за последнюю неделю выучили. Впрочем, как это обычно и происходит. А если вдруг, ну вот, не один же раз выступаете, и не два, и даже не один десяток раз спектакль идёт, может быть, бывало такое или вдруг случится? Что тогда? Как выкручиваться? Импровизация? Вспоминать слова, менять местами, а потом вспоминать? Да, я понял. Самый большой страх на самом деле, это когда тебе что-то сказали перед спектаклем, да, как-то тебя поддержали, так сказать, и режиссёр, например, сказал, как нужно, или что-то улучшить. И в это время, а у тебя вот спектакль же начинается, и в это время начинает мозг включаться, а он не должен включаться уже. Это должно быть на автомате. Всё, да, на автомате, и ты таким образом делаешь, ты думаешь в это время не о тексте, а о том, что ты проживаешь, как ты живёшь, что ты хочешь сказать зрителю. А перед этим не надо ничего такого говорить, ни режиссёром, ни... Слушай, ну я понимаю, о чём он говорит, но просто мои такие тексты, которые зашифрованы в мозг, разбуди, я их скажу на память, они короткие. А когда начинаешь о них уже думать, о тексте, который заучен, и о нём уже не надо говорить. Вот ещё один вопрос, ни для кого не секрет, что мы с Владимиром коллеги, на самом деле, я тоже по специальности артист драмтеатра и кино. Вместе учились. Да, вместе учились в одном учебном заведении. У нас была такая байка, ходила по факультету о том, что однажды один довольно знаменитый актёр в одном довольно знаменитом театре вместо стартового монолога произнёс в самом начале финальный монолог. Это был самый короткий спектакль за всю историю театра. Это правда или это байка? Ну, наверное, это байка, потому что, ну как, зритель пришёл, он купил билет и сел смотреть спектакль, и тут, ну, финальный монолог, просто было как? Он произнёс финальный монолог, закрыли кулисы, и начали просто заново. Просто отмотали и начали заново. Хорошо, что в театре можно, понимаешь, всё просто отодвинуться назад и стартануть опять с этой же бизонцией. Ну да, объявили зрителям, что это был розыгрыш, например.